Итак, дорогие мои зрители, мы отправляемся с вами в город Эричи. Насчет ударения я сомневаюсь, но не так важно, я думаю, вы меня поймете. Вот здесь я пишу по-итальянски, как этот город называется. Эричи. Почему он легендарный? Почему я заостряю так внимание на этом городе? По моему личному мнению, я думаю, что вы рассмотрите мой канал, то согласитесь со мной или прислушайтесь ко мне. Если бы мне сказали назвать пять мест или пять городов, ну, пять достопримечательностей Сицилии, которые обязательны к посещению, я думаю, что в этой пятерке Эричи, пятерке Сицилии Эричи заняло бы свое достойное место. Итак, мы примерно 40 километров движемся по дороге. И дорога начинает подниматься вверх, и дождик, опять дождик начинается. Зато смотрите, какая радуга, смотрите, какая невероятная красота. Радуга огромным таким полукругом, где-то километров на 10, а то и 15. Смотрите, невероятной красоты. Она прямо вот описывает полный полукруг. К сожалению, то, что я вам снял, это не то, что мы видели. Там, где мы видели самую яркую, была вот такая тяжелейшая дорога, и не было возможности даже притормозить, потому что с одной стороны обрыв, с другой стороны скала, за нами идут машины, и остановиться категорически запрещено. И дождик, все начал усиливаться и усиливаться. Ладно, дождик, вы посмотрите, что творится. Туман. Ёлки-палки. У нас просто опять начал настроение портиться, но мы вспомнили то обещание, которое дали себе сегодня утром. Не обращать внимания на эти обстоятельства, особенно на те обстоятельства, которые мы не можем изменить. Вот видите, автобус, мы не могли его изменить. Мы дали задний ход, ничего страшного. И мы будем наслаждаться тем, что есть на самом деле. Итак, туманный Иричи. Такого вы мало где видели. Итак, мы в городе Иричи, город в облаках. Мы находимся с вами на высоте примерно 750 метров. Забегая вперед, скажу, что нас впереди ждет путешествие по городу, которое находится еще выше. Но об этом позже. Город находился не только в тумане, но и в постоянном дожде. Вот видите, что творится. И вот по всем улицам журчат ручейки. Дождик прекратил свой сильный ход. Ну, такое мелкое-мелкое накрапывание. Крупный такой туман, я бы сказал, с влагой. Конечно, очень мешали мне в съемках. Но тем не менее, съемки получились завораживающие. Просто какие-то нереальные, фантастические. Алла-кошка была очень расстроена. Я ее успокаивал. Говорю, ты не переживай. Да, мы, может быть, не увидим все, что ты хотела увидеть. Мы не увидим знаменитую панораму, которая открывается с горы, с вершины горы, где расположен город. Ведь говорят, что в хорошую погоду можно даже очертания Туниса увидеть. Великолепная, красивая панорама. Посмотрите фотографии. Я вам не могу такие показать, к сожалению. Сами видите, что творится. Но в интернете есть такие фотографии с красивым пейзажем моря, ближайших островов, город Тропани и так далее. Мы же видели только туман. Но зато какая романтика. Посмотрите, какие чудесные съемки у меня получились. Какие загадочные, средневековые. Представьте только на секундочку. Убрать вот эти машины, которые ездили туда-сюда, высвечивая такими расплывчатыми фарами, разрезая туман. Люди, посмотрите, как выходят из тумана. Я не знаю, где Голливуд? Голливуд где? Здесь не надо никакие дымы применять. Тут можно снимать любые фильмы, триллеры. Представляете, такой из тумана выходит. Какой-нибудь из средневековой чудищи. Нюхает своим носом и ищет запах жертвы. Дождик продолжался. Съемки было вести все тяжелее. Но я лично был в восторге, честно вам скажу. И через какое-то время я смог убедить и Аллу, что ничего страшного. Смотри, как красиво. Это будет самый лучший фильм об Иричи. Я уверен, таких фильмов нет. Все фильмы стандартные. А у меня, посмотрите, какой фильм. Посмотрите, как великолепно. Вообще, знаете, вся история Иричи – это сплошной театр. Это бесконечная смена действующих лиц. Кого здесь только не было. Были и феникинцы, и греки, и римляне, и византийцы, норманны, германцы, французы, испанцы. Представляете? А этот город, упоминания об этом городе были уже 3000 лет назад. Именно как о городе. Сколько здесь было войн, сколько тут было драм и трагедий. И город продолжает существовать, практически не поменяв своих очертаний. Если убрать вот эти провода, фонари современные, убрать машины, пустить по этим улицам людей в средневековых одеяниях, всадников, все. Снимать можно фильмы о любой эпохе. Можно снимать начало, как говорится, 2000 лет назад. Можно снимать, можно средневековье снимать, можно снимать 17, 18, 19 века. Кошки-то, кстати, тоже были и коты. А как без них? Очень, очень красивый, загадочный город. Чтобы не забыть, я хотел это сказать в конце фильма, но наверняка забуду. И вообще в конце всего большого фильма о Сицилии я хотел выделить раздел, где бы сказал, что у меня не получилось, что бы я советовал тем из вас, мои дорогие зрители, кто отправляется на Сицилию. Чтобы не забыть, я буду это говорить по ходу фильма. В прошлом фильме я сказал, что очень рекомендую вам пройтись по заповеднику по этой пешеходной тропе. А относительно речи, я скажу, что вот если бы я вернулся сейчас обратно, я бы, наверное, в этом городе запланировал ночевку. Переночевать в этом городе, проснуться рано утром, погулять вечером и ночью. Мне очень хотелось посмотреть, как в этом тумане замечательно смотрятся фонарики. Это будет потрясающее зрелище. Но мы, к сожалению, торопились, но нам нужно было ночевать эту ночь в тропане, а туда нужно было еще как-то спуститься в темноте, в дождь и в тумане. Вот, поэтому рекомендую взять здесь ночевку. Если вам позволяет время, позволяет график вашего движения, возьмите здесь ночевку, не пожалеете. Это храм Святого Петра, если я не ошибаюсь. Здесь очень много храмов, да, Святого Петра. Здесь очень много храмов, которые насчитывают и 500, 700 лет, и 300, 400 лет. Огромное количество. Причем эти храмы выплывают из тумана абсолютно неожиданно, как, например, этот. Наверное, специально для нас туристов города, которые попали в такой жуткий туман, который практически не имеет возможности посмотреть, как же этот город выглядит. В одном из храмов сделали вот такое интересное кукольное представление, такой макет, маленький макет, стилизованный макет города. А мы отправляемся дальше и двигаемся мы в сторону замка Венеры. А вы знаете, что до того, как этот замок Венеры построен, тут находился несколько столетий храм Афродиты. Именно на развалинах храма Афродиты построили храм Венеры. Это было, если не ошибаюсь, я тогда еще был маленький, это было примерно 2,5 тысячи лет назад. Римляне. А у греков там был храм Афродита. А еще до Афродиты там было святилище Астарты. Представляете? Посмотрите, вот какая погода. Посмотрите, какое плотное облако, тумана, влаги нас окружает. И представьте, кто хоть раз снимал фотоаппаратами или видеокамерой, представьте, в каких условиях мне приходилось снимать. Я и снимать не мог. И снимать не мог. Мне постоянно приходилось останавливаться, становиться спиной к ветру с дождем. Вот видите, какой ветер. И пытаться каким-то образом протереть объектив, чтобы донести до вас, мои дорогие зрители, вот эту вот романтику, красоту древнего, итальянского, древнего сицилийского города. Такие улочки, посмотрите. Алла открыла зонтик, и с зонтиком еле-еле проходила по этой улочке. А я так вообще плечами задевал ту левую, ту правую стену. Мы идем дальше, в сторону кафедрального собора. Кафедральный собор дома ДЛА Сунта построено было в 14 веке. А вот это вот рядом огромное такое сооружение, колокольня, она была построена еще лет на 100, а может даже 150 лет раньше. И было раньше, конечно же, не колокольня, а была сторожевая башня, откуда наблюдали за приближением врагов. И потом уже сторожевую башню переделали в колокольню. Потрясающий собор. Очень сильная энергетика. Я чувствую энергетику в храмах, и мне здесь было до муражек, до дрожи. У меня камера из рук просто выходила. Настолько сильная энергетика. Я не знаю, как вам, а мне лично вот этот узорчатый, красивый, такой, какой-то восточный, арабский потолок напомнил красивый, такой, знаете, дорогой вязанный свитер. Такая, знаете, крупная вязка бывает, белые свитера. И вот, прошу прощения, если кого-то обидел, но мне вот этот потолок именно такой свитер напомнил. очень красивый храм, очень строгий, очень, такой, знаете, без золота, без блеска. Красивый храм. Очень рекомендую сюда зайти. Он находится прямо недалеко от входа в город. И когда мы в город вошли, в этот туман, дождь, мы его не заметили, просто не заметили. Все ходили, искали. Ну, где же кафедральный собор, где же кафедральный собор. Оказалось, что мы прошли прям буквально 50 метров от него и в тумане не заметили. Поэтому, если вы там будете, если для вас будет главная цель кафедральный собор, от ворота, через который мы входили, помните, где я вам показывал ручеек, прям заходите и практически сразу надо повернуть налево. И там увидите кафедральный собор. Ну, если не будет такого тумана, в какой попали мы, то вы его сами увидите, потому что вот эта колокольня, эта сторожевая башня, она возвышается очень сильно над всем городом. Вообще, город, чертания города, если на него посмотреть сверху, ну, можно даже посмотреть в карте Google, они практически такой четкий треугольник в двух вершинах, в которых высятся башни, а в третьей стоит замок Венеры. уже темнело, вечерело, и нам нужно было спускаться вниз. Я вам рассказывал про свою болезнь, свою куриную слепоту, которая очень сильно обостряется в вечернее время. И по такой дороге серпантину было ехать сложно. Ну, когда мы прорезали облака на автомобиле, выскочили из этих облаков, помните, как на самолете, когда самолет опускается, спускается к аэропорту, и так облака, 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 за иллюминатором, хоп, картина такая. И вот эта картина, смотрите, вроде как здесь и не вечер. А что интересно, впереди едет белый автомобиль, не помню его марку, по-моему, что-то японистое. У него были российские номера, Московская область, 150, молодец. Не уходите далеко и подписывайтесь на мой канал.